добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться всем привет друзья мои мне кажется сегодня в нашем районе свадьба барабан звучит сегодня замечательный день у нас вообще дождей нету такой у нас красивый двор все красивое друзья мы посмотрите сатылы продается да вы мне спрашивали но я не знаю цены к сожалению знаю что соседи продают за 270 вот их балкон там напротив не знаю но может можете позвонить по этому номеру телефону сами я вам сейчас увеличу и спросить так что и хотя кстати там еще было в этом месте продали квартиру квартиры разбирают слышите барабан я разленилась а на море не поехала в это на эти выходные потому что у меня было очень такой вчера насыщенный день с настей две было встречи мы были почти поздно пришла домой гигосик как себя чувствует гигосик а гигос ты как себя чувствуешь мой мальчик все говорят света так кричит так света кричит только положила морковку и он уже ее покрыс вот персик персик кушай мальчик мой где твоя морковка вот осталось что от морковки сегодня у меня воскресенье будет полный расслабон я буду сегодня отдыхать не буду ничего не убирать может так мало и протру чуть-чуть и буду отдыхать кто там кричит арбузы арбузы продает эти где-то свадьба а вон впереди впереди я вижу вижу где рыбный ресторан туда не подъехали ну хорошо ты там не кричи не мешай все услышали про арбузы кстати мы купили в этот раз арбуз я же вам показывала он такой был сладкий мост а я оставила его он был огромный места не было в холодильнике на второй день я его утром положила я в холодильник когда мы его разрезали он был весь испортился изнутри привет еще мои хорошие хочу с вами поболтать сегодня я зашла в фейсбук соц сеть и там увидел объявление что предлагают предлагают купить малину красную смородину и ежевику написали объявление что будет кто желает это группе была вода на русскоязычная дана и там было такое объявление что если будет заказ до 500 килограммов то привезут и сразу посыпались предложения заказы но я написала что я хочу три килограмма малины один килограмм ежевики и один килограмм красной смородины я этих ягод не ела здесь вообще я их сразу положу в холодильник заморожен все и сама наемся килограмма малины это вот не хватало здесь ягод в грузии в батуме такие ягоды и брусника черная сами видите вот такая огромная а здесь замороженная я кстати тоже ее никогда не покупала ну а сейчас почему если есть такая возможность нет а в общем где-то на 200 лир сделала заказ сказали в течение трех недель потом я спросила если доставка по мерсину я спросила у них они сказали и как будет оставлять ну естественно они не будут по адресу каждому где-то привезут центр и мы пойдем и возьмем свой заказ и оплата будет наверное на месте в общем каждый должен сделать заказ не менее пяти килограмм это очень хорошая идея поступали также вопросы она не испортится там не прокиснет они сказали что все это переводят холодильной камере и поэтому обещают что будет доставлено в наисвежайшем виде гигосик ты со мной разговариваешь да я с собой разговариваю я разговариваю со своими друзьями так что вот друзья мои такая хорошая очень новость еще мой сыночек мне я сегодня легла в 6 утра потому что как материн как будто чувствовала материнское сердце я загружала ночью видео и в 4 часа утра мой мой сын позвонил мне он мне показал свой корабль что он у них было девять часов разница у нас пять часов да разница пять часов и он уже и мусор ну там он первый рейс конечно он занимает не капитаном же плавает но он сказал что все хорошо мама команда очень хорошая дружная 90 процентов русскоязычных но английский конечно разговаривают по-английскому и вот у него такие планы как приедет на вернется батуми будет ходить на курсы хотя он всю жизнь я его оплачивала курсы английского но когда нет практики и забывается и на корабле свои термины это же совсем специальный какой-то язык английский непростой разговорный но он сказал что они сейчас едут на австралию потом новая зеландия в общем он всем доволен его не укачивает открытой волны его убаюкивает я спросила у соть больших нету волн потому что насмотрелось видео по интернету такие волны а он сказал мама мы же смотрим прогнозы и избегаем таких вот штормов хотя дождик был показал свое судно оно метров сто восемьдесят чистота все мне показал там столовую там каюту каюту свою не показал но такое вот палубу в общем я в четыре часа ночи с ним поговорила и мое сердце успокоилось мой сыночек естественно он не будет смотреть мои видео потому что там интернет дорогой платный и он только вот позвонил позвонил чтобы меня успокоиться с счастливой дороги тебе попутного ветра мое солнышко может когда-то ты посмотришь это мама тебя ждет мама мама любит тебя так что всех мамочкам у кого сыновья в море желаю дождаться своих сыновей своих мужичков терпения вам и не попутного ветра все ну немножко я конечно ностальгирую потому что я так хотела чтобы он приехал ко мне в Ерсен а из-за этого карантина мы не увидимся еще не увидимся не долгое время если я сейчас с Божьей помощью поеду в Батуми то естественно тоже не увижу моего сыночка ну и что мы с ним на связи надо преодолевать все трудности ну надо как-то развиваться потому что в Батуми по другому не заработаешь ну и устраивается ему жизнь и ему 26 лет он естественно хочет в будущем конечно и семью свою ну естественно ему надо и свой угол приобретать потому что мы знаем что нужно жить отдельно таких условий нету там все живут с родителями и конечно споры и ссоры какие-то дети должны жить отдельно от родителей приходить в гости как и мы тоже самое мы то уважаем любим родителей но лучше нам жить отдельно всем все привет всем кто там по ту сторону слушает меня видит меня такую страшненькую с утра как есть так и есть без макияжа мы будем продолжать день посмотрите какая идея у меня пришла сегодня с утра я решила ее сразу с вами поделиться я решила приготовить сегодня а чмур это что такое вот я купила по дороге вчера две уфки они так видите у меня такие свежие что порвались я хотела бурек а потом думаю на масле опять это не то я решила вот собрать вот такое вот посмотрите видите оно рвется и не надо беспокоиться вот так вот нужно все это укладывать можно даже вот так порвать понимаете вот так мы сейчас вкуснятина такую приготовим на завтрак воскресный день да вот это порвать надо и вот сюда прямо укладывать делаю впервые не то что впервые а что тут делать чтобы несколько раз учиться не так ли потом я это все хочу завернуть поэтому вот так вот и раскладываю вот и у меня здесь остался майонез яйцо и йогурт вчера хачапури еще делала и вечером просто вот так это все обмазываю берем еще один такой вот продают вот так вот уже выкладывать сыр на терке кашар я обычный сыр я готовлю на хачапури сейчас этим временем включу духовку тоже чтобы она нагревалась ну вот такая вышла сейчас положу в духовку поставлю смотрите какая красота у меня получилась я разрезала ее запекалась полчаса на высокой температуре около 200 даже 20 смотрите какая красивая она у меня получилась ну чем больше будет уфки тем больше будет слоев нам это тоже пойдет все пошли мы завтракать добрый вечер всем вышли сашкой вам прогуляться по набережной столько дел было сегодня не по интернету что не могла никак уйти куда-то поехать так что идем сейчас прогуляться по спортивному оделись чуть-чуть хоть ну маска всегда есть у нас так хорошо даже не так жарко на улице приятно люблю такое мороженое с бисквитом оно сытное и нам сегодня не нужно будет ужинать не будем заглядывать на все их вкусняшки там дома мы сидим не хотим как мы ходим на улицу так сразу аппетит приходит там темно идем по улице друзья мои вышли сегодня на эту сторону и и и так вот держать чтобы не так уж много выглядели они не возмущались потом все активно занимаются спортом волейбол баскетбол баскет ой ну ёрло ну так весело вечернее время у нас ну так весело вечернее время у нас и 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 У меня такое чувство, что все ждут темноты, чтобы выйти, позаниматься спортом, погулять. Играют даже женщины в волейбол. Ашкин очень любит понаблюдать, поиграть, но никто не берет. Без слов. Для детей самый разгар игры. Сашка, куда мы залезли возле моря подышать. Сашка, куда мы залезли. Сашка, куда мы залезли. Маска, как на нервы действует, это какой-то ужас. Привет. Мои хорошие. Мои хорошие. Саша, куда мы залезли. Еще что знаешь, Небельюшин, поздно. Саша, как малина слез и кунши-йорсин хищ бельми-йорсу. Ах, где-то шевриден, это не еле. Смотрите, как он вспотел. Спотел. А я тоже оделась, я буду. Как будто мы парной. Нет, пока еще надо раздетой ходить. Привет. Варма и Сим? В Алмазону не того варят. Как называется, говорю, этот мостик? Везет ли Белидиес? Мы порогулялись, натерли себе ноги, одела я этот и жалею. Вчера вся натерла. И аж кему тоже жарко. Короче, мы оделись не по сезону. Сезон мы все делились гидыкбис. Скоро якобы. Сейчас посидим чуть-чуть. Здесь немножко дует. И пойдем давай чай пить.